Дорогие партнеры Тяньши 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 меридиан сердца. С часу до трех дня активен меридиан тонкого кишечника. С трех часов дня до пяти часов вечера активен меридиан мочевого пузыря. С пяти до семи вечера активен меридиан почек. С семи до девяти вечера активен меридиан перикарда, а с девяти до одиннадцати вечера активен меридиан трех обогревателей. В указанные периоды соответствующие органы находятся в оптимальном рабочем состоянии. Если мы в это время будем проводить оздоровительные мероприятия, мы получим наилучший результат. 12 основных меридианов – это основа системы каналов и коллатералей в человеческом организме, связанная по принципу внутреннее-внешнее с кровеносной системой. Каждый меридиан связан с определенным органом. Меридианы делятся на инные и янные. Они проходят по рукам и ногам и образуют единую систему, по которой совершается непрерывный энергетический круговорот. Энергия ТСИ и кровь через кровеносные сосуды и энергетические меридианы поступают во внутренние органы и во внешние покровы, осуществляя питание всего организма. 12 основных меридианов делятся на 4 группы – 3 ручных инных, 3 ручных янных, 3 ножных инных и 3 ножных янных. Три инных меридиана на руках проходят по внутренней поверхности, а три янных меридиана проходят по внешней поверхности руки. Соответственно, инные меридианы на ногах проходят по внутренней стороне, а янные – по внешней. Инные меридианы на руках – это меридианы легких, перикарда и сердца. Янные меридианы на руках – это меридианы толстого и тонкого кишечника, трех обогревателей. Три инных меридиана на ногах – это меридианы селезенки, печени и почек. Три янных меридиана на ногах, Желудка желчного пузыря и мочевого пузыря. Знания о 12 основных меридианах и о суточных периодах их активности очень важны, если вы хотите сохранить здоровье. Я вам расскажу о каждом меридиане, и мы начнем разговор с меридиана желчного пузыря. У ножного меридиана желчного пузыря время активности, как я уже говорила, ночью с 11 вечера до часу ночи. Этот меридиан относится к янным меридианам. Он проходит по внешней поверхности тела сверху вниз, от головы по корпусу и заканчивается на ступне. Если меридиан желчного пузыря становится непроходимым, могут возникнуть разные проблемы. Если непроходимость возникает в той его части, которая расположена на голове, появляются головные боли, локализованные на висках. Поэтому, если возникают головные боли или дискомфорт в височной части, не факт, что это проблемы с головой. Это могут быть проблемы с желчным пузырем. От такой боли можно избавиться восстановлением проходимости меридиана желчного пузыря. Как сохранить здоровье желчного пузыря? Во-первых, обязательно надо ложиться спать до 11 вечера. И, наверное, вы поняли, почему. Время активности меридиана желчного пузыря с 11 вечера до часу ночи. Когда он работает, человек должен спать. Поэтому самое оптимальное время отхода ко сну не позднее 11 вечера. Китайская медицина постоянно подчеркивает, что надо рано ложиться и рано вставать. Так вот, рано ложиться – это примерно в 10 часов вечера. Во-вторых, необходимо соблюдать правильный режим приема пищи. Самый важный прием пищи в течение дня – завтрак. У тех, кто постоянно не завтракает, могут легко развиться проблемы в желчном пузыре. Поэтому нужно соблюдать правильный режим приема пищи и не пропускать завтрак. В-третьих, чтобы обеспечить проходимость меридиана, нужно делать простукивающий массаж меридиана желчного пузыря. Как его делать? Внешнюю поверхность бедра, по которой проходит этот меридиан, надо разделить мысленно на 4 отрезка. Поставить ногу на подставку, согнув колени. Ударять нужно по 4 точкам на бедре. 4 удара – этот 1 раз. Повторить надо 200 раз. Сначала на левой, а потом на правой ноге. Этот массаж лучше делать 2 раза в день. В 10 утра и в 3 дня. Его можно делать и перед сном. Какую продукцию тяньши можно использовать для защиты желчного пузыря? Желчный пузырь и печень – это парные органы. Они соединяются через меридианы. Если печень здорова, будет здоров и желчный пузырь. Поэтому мы можем использовать хитозан в капсулах тяньши, спирулину, вейкан, антилипидный чай для поддержания здоровья желчного пузыря. Хитозан полезен для печени. Поэтому, оздоровив печень, вы оздоровите желчный пузырь. Антилипидный чай нормализует кровоток. Спирулина дает питание для печени. Абат тяньши с высоким содержанием кальция дает питание и для печени, и для желчного пузыря. Вейкан стимулирует сокращение желчного пузыря, улучшает отток желчи. Дальше мы с вами изучим меридиан печени. Время его активности с часу до четырех ночи. Меридиан печени относится к инным ножным меридианам. Он идет снизу вверх. Начинается на большом пальце ноги. Поднимается по внутренней поверхности ноги. Проходит по животу, груди и шеи. И доходит до макушки. Глядя на ход меридиана, мы можем понять, почему непроходимость в меридиане печени может вызвать проблемы с предстательной железой. Те мужчины, у которых есть проблемы с печенью, должны заранее озаботиться профилактикой простатита. По лицу меридиан печени доходит до глазного яблока. Проблемы с глазами и со зрением также очень тесно связаны с состоянием печени. Меридиан печени проходит и по верхним, и по нижним зубнам. Зубная боль – это тоже влияние проблем проходимости меридиана печени. Даже боли в коленях не всегда говорят о проблемах с коленным суставом. Так может проявиться и проблема с печенью. Иногда с этим меридианом связаны чувства распирания и боли в животе, нарушение стула. Мы с вами разобрали ход меридиана печени. В дальнейшем это должно вам помочь точнее наблюдать за своим здоровьем. Теперь перейдем к вопросу, как сохранить здоровье печени. Во-первых, китайская медицина считает, что печень и настроение взаимосвязаны. Хорошее у человека настроение или плохое – это зависит от печени. Сохранять ровный душевный настрой очень полезно для здоровья печени. Во-вторых, надо рано ложиться спать и рано вставать. Мы уже разобрали, что рано ложиться – это значит до 11 вечера. А рано вставать – это значит в 5-6 утра. Третье. Нужно делать массаж по ходу меридиана печени. Можно легонько похлопывать себя по внутренней стороне ноги. В-четвертых, печень боится бессонных ночей. Поэтому ни в коем случае не надо бодрствовать ночью. Печени не нравится, когда человек сердится. Китайские врачи часто говорят, что большой гнив вредит здоровью. На самом деле он больше всего вредит печени. В-пятых, какую продукцию тяньши мы можем использовать для сохранения здоровья печени? Из всего ассортимента в соответствии с состоянием здоровья мы можем выбрать несколько продуктов – хитозан, спирулина, сироп из фруктозанов, кардицепс. Почему сироп из фруктозанов мы относим к продуктам для защиты печени? В человеческом организме 70% токсинов образуются в кишечнике. Когда кишечник очищается вовремя, когда не происходит застоя гниющей пищи, меньше образуется токсинов, что естественным образом уменьшает нагрузку на печень. Чем больше токсинов в кишечнике, тем больше нагрузка на печень. И, конечно же, Бат-тяньши с высоким содержанием кальция – это тоже очень полезный продукт для печени. Давайте разберем меридиан легких. Время активности этого меридиана с 3 до 5 часов утра. У многих людей именно в это время могут быть сильные приступы кашля. Меридиан легких – это инный ручной меридиан. Он проходит по внутренней поверхности руки, сверху вниз. Начинается на грудной клетке, по плечам и предплечьем, по внутренней стороне доходит до большого пальца на руке. Частью проходящей внутри тела он соединяется с меридианом толстого кишечника. Они связаны и влияют друг на друга. Воздействие хлопками по ходу меридиана легких очень помогает сохранить не только здоровье легких, но и толстого кишечника. Как обеспечить здоровье легких? Во-первых, обеспечить глубокое дыхание, следить за расширением грудной клетки, особенно во время движения. Во-вторых, делать постукивающий массаж меридиана легких. Он делается легкими движениями сверху вниз, начиная от плеча до запястья. В-третьих, обеспечить своевременное порожнение кишечника. Если толстый кишечник работает нормально, легкие тоже будут здоровы. Нормализация стула – очень большое подспорье в оздоровлении легких. Можно использовать продукцию тяньши для оздоровления легких. Кардицепс, сироп из фруктозанов, хитозан, тяньши с высоким содержанием кальция – это все очень хорошие продукты для оздоровления легких. Мы можем подобрать из этого набора подходящий комплекс для себя. Сейчас осень – это время максимальной активности легких, поэтому их особенно надо беречь. Особенно сильно ослабевает иммунитет при переходе от осени к зиме. По теории китайской медицины, легкие в это время нуждаются в особой защите. Меридиан толстого кишечника относится к янным меридианам и идет по внешней стороне руки. Он идет снизу вверх, от указательного пальца через плечо и до точки иньсян, находящейся возле ноздрей. Внутри тела он проходит через легкие и соединяется с толстым кишечником. Этот меридиан проходит по груди. Женщины особенно должны обращать внимание на это. Если кишечник не опорожняется вовремя, если есть застой в меридиане толстого кишечника, это может привести к проблемам с молочными железами. Толстый кишечник и легкие связаны меридианами. Время активности толстого кишечника с 5 до 7 утра. Мы опять вспомним принцип китайской медицины. Рано ложиться и рано вставать. Лучше всего вставать с постели именно в этот промежуток времени, когда наиболее сильна перистальтика толстого кишечника, и это позволит без особых усилий избавиться от содержимого. Как вы видите, знания о меридианах, знания о времени максимальной активности внутренних органов в течение суток могут нам помочь гармонично организовать свой режим труда и отдыха в соответствии с законами природы. Так не тратится слишком много энергии на обеспечение жизнедеятельности организма. Как сохранить здоровье толстого кишечника? Во-первых, часто делать массаж живота круговыми движениями ладонью. Это усиливает перистальтику кишечника. Во-вторых, делать простукивающий массаж меридиана толстого кишечника. Мы уже разобрали, что он походит по внешней стороне руки. Мы можем делать похлопывающие движения по направлению от пальцев к плечу. Сначала по левой руке, а потом по правой. В-третьих, необходимо обеспечить своевременное опорожнение толстого кишечника. В-четвертых, использовать продукцию тяньши для оздоровления толстого кишечника. У корпорации тяньши есть целая серия продукции для здоровья кишечника. Жевательные таблетки с целлюлозой, сироп из фруктозанов, хитозан, тяньши с высоким содержанием кальция. Три из перечисленных продуктов относятся к пищевым волокнам. Толстому кишечнику нравится высокое содержание пищевых волокон, так как их наличие стимулирует перистальтику и не дает застаиваться токсинам. Дальше мы перейдем к изучению меридиана желудка. Он относится к ножным янным меридианам. Его направление сверху вниз. Это меридиан, который проходит от головы через грудь, живот, идет по бедру и по колену, до пальцев ног. Если появляются боли в коленях, в ногах, в области живота и груди по ходу меридиана, это проблемы, связанные с меридианом желудка. Меридиан проходит по линии нижних зубов. Проблемы с нижними зубами также связаны с этим меридианом. Время активности этого меридиана утром с 7 до 9 утра. Это самое лучшее время для завтрака. В это время желудок с максимальной силой перетирает пищу. Так она усваивается лучше. Как сохранить здоровье желудка? Во-первых, избегать холодной, острой или раздражающей пищи. Во-вторых, соблюдать правильный режим питания. Особенно важно вовремя есть завтрак. Людям среднего и пожилого возраста надо соблюдать умеренность в пище. Не переедать. Переедание увеличивает нагрузку на желудок. Нужно обеспечить сытость примерно на 70-80%. В-четвертых, использовать продукцию тяньши для оздоровления желудка. Наш новый продукт Digest Natural Тяньши предназначен для укрепления пищеварения и нормализации функционирования желудочно-кишечного тракта. Цинк полезен для слизистой, ускоряет ее регенерацию. Хитозан также способствует регенерации. Плюс Бат-тяньши с высоким содержанием кальция. Вы можете подобрать разумный комплекс в соответствии с состоянием собственного здоровья. Сейчас мы перейдем к изучению меридиана селезенки. Время его активности с 9 до 11 утра. Он относится к инн меридианам. Начинается на пальцах ног, затем через ступни и колени по внутренней стороне ноги, через живот и грудь он доходит до точки, находящейся под языком. Если язык становится толстым, по краям языка появляются следы от зубов, это значит, что есть проблемы с селезенкой. Китайские врачи часто по состоянию языка оценивают здоровье селезенки. Иногда боли в коленях также говорят о проблемах с селезенкой. Как сохранить здоровье селезенки? Во-первых, и желудок, и селезенка очень боятся холодной, сырой, раздражающей пищи. Если часто употреблять такую пищу, в итоге можно серьезно навредить и желудку, и селезенке. Во-вторых, надо соблюдать правильный режим питания. Перестать кусочничать. Селезенка очень боится, если мы непрерывно что-то жуем. Ей нравится прием пищи строго по времени. Постоянные мелкие перекусы очень вредят функциям селезенки. Можно использовать продукцию тяньши для оздоровления селезенки. Из всего ассортимента мы можем выбрать следующие продукты. Цинк оздоравливает селезенку. Спирулина дает необходимые питательные вещества для желудка и селезенки. Тяньши с высоким содержанием кальция нормализует работу селезенки. При выборе продукции нужно учитывать ситуацию с собственным состоянием здоровья и подобрать комплекс для оздоровления селезенки. Здоровье человека возможно, только если желудок и селезенка здоровы. Селезенка отвечает за процесс распределения питательных веществ. И если функции желудка и селезенки понижены, то организм не получит достаточного количества питательных веществ. А если клетки, ткани и органы не будут получать достаточного питания, они не смогут нормально выполнять свои физиологические функции. Мы переходим к изучению меридиана сердца. Его время активности с 11 утра до часу дня. Это один из трех ручных инных меридианов. Он идет сверху вниз, начинается на плече, а заканчивается на мизинце. Его ход внутри тела соединяет сердце и тонкий кишечник. Зная про время активности меридиана сердца, мы можем понять, почему в обед надо кушать. В это время обязательно дать сердцу новый заряд энергии. В обеденное время сердцу нравится покой. Сердце не любит нервозности. Поэтому после обеденный сон это хорошая привычка. Как сохранить здоровье сердца? Во-первых, выработать хорошую привычку после обеденного сна. Даже если нет возможности прилечь, то постарайтесь сидя подремать 10 минут или просто посидеть с закрытыми глазами. Это очень полезно для здоровья сердца. Во время активности меридиана сердца, кроме приема пищи, лучше не заниматься никакими другими делами. Особенно не стоит делать что-то, требующее серьезных усилий. В это время надо избегать шумных мест и нервозности. Запомните, сердцу нравится покой. Во-вторых, больше есть продуктов красного цвета. Сердцу нравится красный цвет. Ему нравится, когда мы смотрим на красный цвет. А питательные вещества из продуктов красного цвета питают сердце. В-третьих, делать простукивающий массаж меридиана сердца. Этот массаж делается сверху вниз. Особенно полезно этот массаж делать во время активности меридиана сердца. С 11 утра до часу дня. В-четвертых, можно использовать продукцию тяньши для оздоровления сердца. В нашем ассортименте достаточно много продукции, полезной для здоровья сердца. Это целебные капсулы, вейкан, капсулы с ресвератролом, омега-3, кардицепс, тяньши с высоким содержанием кальция и вся серия кальциевой продукции. Китайские врачи часто говорят, что почки управляют водой. Отвечают за кости, связанные с костным мозгом и кровеносными сосудами головного мозга и сердца. Именно по этой причине мы рекомендуем кардицепс. Если почки работают хорошо, сердце будет в порядке. Если хотите сохранить сердце здоровым, надо беречь почки. Кальций обеспечивает нормальный сердечный ритм. Поэтому периодически восполнять кальций полезно для сердца. В зависимости от состояния своего здоровья, можно подобрать рациональный комплекс из продукции тяньши для защиты сердца. Мы с вами переходим к изучению меридиана тонкого кишечника. Время его активности с часу до трех часов дня. Основная функция тонкого кишечника – усваивать питательные вещества, а отработанные остатки отправлять в толстый кишечник. Время активности меридиана тонкого кишечника – это лучшее время для усвоения питательных веществ. Поэтому очень важно вовремя есть завтрак и обед. Меридиан тонкого кишечника относится к янным ручным меридианам. Он идет сверху вниз, начинается на плече, по внешней стороне руки спускается вниз и заканчивается на мизинце. Вам теперь становится понятно, почему у людей с больным сердцем часто болят плечи, особенно левое плечо. Если часто болит левое плечо, это не обязательно боли в самом плече. В этом случае лучше проверить состояние сердца. Внутренний ход меридиана соединяет сердце и тонкий кишечник. Поэтому очень часто проблемы с сердцем отражаются на состоянии меридиана тонкого кишечника. Нужно помнить об этом и обращать внимание. В этом огромная польза от изучения основных меридианов. Как сохранить здоровье тонкого кишечника? Во-первых, не надо наедаться до сыта во время каждой трапезы. Так мы уменьшим нагрузку на тонкий кишечник. Во-вторых, необходимо ограничить жирную высококалорийную пищу. Ее переизбыток создает ненужную нагрузку на тонкий кишечник. В-третьих, делать простукивающий массаж меридиана тонкого кишечника. В-четвертых, использовать продукцию тяньши для оздоровления тонкого кишечника. Первый продукт в этом списке – дайджест. Второй – цинк. Так как цинк помогает регенерации слизистых. Всем слизистым организмом цинка требуется достаточно много. Поэтому при проблемах с желудком и кишечником не забывайте восполнять цинк. И, конечно же, наша серия кальциевой продукции. Нужно стараться использовать в пищу больше продуктов с высоким содержанием волок. Это очень полезно для здоровья тонкого кишечника. Мы переходим к изучению меридиана мочевого пузыря. Время его активности – с 3 до 5 часов дня. Во время активности этого меридиана надо пить больше воды и чаще ходить в туалет. Это поможет вывести токсины крови и всего организма. Меридиан мочевого пузыря относится к ножным янным меридианам. Это самый большой янный меридиан у человека. Он начинается на макушке, потом спускается посередине спины, по задней поверхности ноги и заканчивается на ступне. Если в этом меридиане возникает непроходимость, это может отразиться на состоянии головы, спины, ног, помешать нормальной работе внутренних органов, а особенно почек. Если в этом меридиане происходит застой, человек будет чувствовать упадок сил. Как сохранить здоровье мочевого пузыря? Во-первых, для здоровья очень важно поддерживать проходимость меридиана мочевого пузыря. Именно для этого нужно пить больше воды и своевременно опорожнять мочевой пузырь. Терпеть позывы к мочеиспусканию очень вредно. Во-вторых, делать простукивающий массаж меридиана мочевого пузыря. Чтобы устроить небольшую встряску меридиану мочевого пузыря для лучшей его проходимости, особенно в участках на ногах, очень полезно делать упражнения падать на пятки. Можно делать легкие похлопывающие удары по макушке. Это все даст определенную встряску меридиану мочевого пузыря. В-третьих, использовать продукцию тяньши для оздоровления мочевого пузыря. Можно использовать кардицепс, хитозан и кальциевую серию. Соответствующую программу надо выбрать в зависимости от состояния здоровья. По картинке хода меридианов видно, что меридиан мочевого пузыря связан с меридианом почек. Если здоровы почки, здоров и мочевой пузырь. Эта связь действует и в обратную сторону. Мы переходим к изучению меридиана почек. Время его активности с 5 до 7 вечера. Почему мы в это время должны ужинать? Чтобы дать достаточной энергии нашим почкам. Меридиан почек относится к ножным инным меридианам. Он идет снизу вверх, начинается на ступне. Потом по внутренней стороне ноги поднимается вверх до груди и заканчивается возле уха. Внутренний ход меридиана проходит через копчик и поясничный отдел позвоночника. Именно поэтому при болях в пояснице мы рекомендуем не только восполнять кальций, но и принимать кардицепс, чтобы поддержать почки. А если меридиан почек не проходим, особенно в области поясницы, это может привести к развитию разных заболеваний, локализующихся здесь. Проблемы со слухом и ушами тоже могут быть связаны с меридианом почек. Если почки здоровы, слух будет ясным. Если хотите, чтобы не было нарушений слуха, берегите почки. Как сохранить здоровье почек? Во-первых, нужно обязательно засыпать до 11 вечера. Почки очень не любят бессонные ночи. Бессонные ночи вредят не только почкам, но и печени. Во-вторых, нужно больше использовать в пищу продуктов черного цвета, так как продукты черного цвета полезны для почек. В-третьих, делать массаж меридиана почек. Я уже говорила, что полезно делать упражнения падать на пятки. Так мы делаем встряску для меридиана мочевого пузыря и восстанавливаем его проходимость. Это полезно и для почек. В-четвертых, можно использовать продукцию тяньши для оздоровления почек. Кардицепс – лучший продукт для этой цели, так как кардицепс входит в два меридиана – почек и легких. Он оказывает хорошее оздоровительное действие на эти два органа. Второй продукт – это цинк, который активирует клетки нашего организма. Кальциевая серия тяньши тоже может быть полезна. Китайская медицина говорит, что почки управляют костями. Если кости крепкие, почки тоже будут крепкие. Укрепление костной ткани – это одновременное укрепление почек. Мы можем подобрать для себя подходящую программу в соответствии с потребностями своего организма. Мы переходим с вами к изучению меридиана Перикарда. Но сначала мы должны разобраться с тем, что такое Перикард. Он как бы окружает сердце. Основная его функция – защита сердца. У всех внутренних органов по одному меридиану. Только у сердца два меридиана – меридиан сердца и меридиан Перикарда. Китайская медицина называет сердце органом-королем. Иначе говоря, в организме это император. Поэтому для защиты у него два меридиана. Время активности меридиана Перикарда – с 7 до 9 вечера. До этого времени лучше уже съесть свой ужин и закончить дела, требующие серьезных усилий. Сердцу нравится покой. Поэтому в это время можно почитать книгу, посмотреть телевизор, послушать музыку или пойти погулять в медленном темпе. Меридиан Перикарда – это инный меридиан на руке. Он идет сверху вниз, начинается на груди, а потом по средней линии на внутренней стороне руки спускается до центра ладони. Делать простукивающий массаж по ходу этого меридиана очень полезно. Дальше мы перейдем к изучению меридиана трех обогревателей. Три обогревателя – это общее название для брюшной и грудной полости, которые вмещают все наши внутренние органы. Три обогревателя объединяют все органы вместе. Этот меридиан относится к янным ручным меридианам. От безымянного пальца он идет по внешней стороне руки, заканчивается на плече. Почему мы разбираем последний этот меридиан? Его время активности – с 9 до 11 часов вечера. Это время, когда задействованы все наши внутренние органы. И непроходимость этого меридиана скажется на здоровье всех органов человека. Мы должны в это время отдыхать, чтобы внутренние органы делали ту работу, которую они не доделали днем. Подведем итоги, как обеспечить комплексное здоровье всех внутренних органов. Во-первых, нужно воспитать у себя правильные повседневные привычки. Во-вторых, распланировать свой режим в соответствии со временем активности того или иного органа. Вы выучили соответствующую теорию для того, чтобы более рационально планировать свой распорядок дня, соотношение времени труда и отдыха. Чтобы ваши дела и работа совпадали с ритмом жизненной активности внутренних органов. Таким образом, мы не будем тратить лишнюю энергию. В-третьих, нужно делать простукивающий и поглаживающий массаж меридианов, отвечающих за внутренние органы. Вы изучили ход меридианов, поэтому надо регулярно делать массаж для восстановления проходимости. Постукивающий, поглаживающий или надавливающий. Если в меридиане нет блоков, соответствующий орган будет правильно выполнять свои физиологические задачи. Китайские врачи говорят, что при проходимых меридианах ничего не болит. А если меридиан непроходим, возникает болезнь. С этой целью мы и изучаем меридианы. В-четвертых, использовать продукцию тяньши для оздоровления внутренних органов. У корпорации тяньши огромный ассортимент продукции. Но можно предложить универсальный комплекс для всех органов, который пойдет любому человеку. Во-первых, это кальциевая серия продукции. Во-вторых, кардицепс. И в-третьих, хитозан. Этот комплекс из трех продуктов мы называем треножником здоровья. Наш кальций – это защита от ста болезней. Кардицепс – защита от всех внутренних слабостей. Ахитозан – защита от всех ядов и токсинов. Тяньши с высоким содержанием кальция даст нашему организму полноценное питание. Кардицепс нормализует функции внутренних органов. Ахитозан очистит внутреннюю среду организма. Поэтому подумайте, если мы используем эти три продукта одновременно, наши внутренние органы будут здоровы. И весь организм будет здоров. На этом я завершу нашу лекцию по оздоровительным методикам китайской традиционной медицины и продукции Тяньши. Мы выучили 12 меридианов и время суточной активности внутренних органов. Я надеюсь, что все, кто слушал эту лекцию, найдут применение этим знанием и объединят их с использованием прекрасной продукции Тяньши, чтобы эта продукция принесла здоровье вам и вашим родным. От всей души желаю партнерам Тяньши, чтобы они могли в этом бизнесе обрести здоровье и богатство. На этом я свою лекцию заканчиваю. Спасибо за внимание. До новых встреч.